Музыка Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Так как скоро 14 февраля, день всех влюблённых, я решила приготовить торт, который назвала Валентинга. Какие ингредиенты нам нужны? Яйца, мука, сахар, щепотка соли и разрыхлитель. Яйца должны быть комнатной температуры. Сначала подготовим форму. У меня разъёмная форма диаметром 20 см. На дно формы кладём пергаментную бумагу. Подготовленную форму оставляем в сторону. Приступаем к приготовлению теста. У 6 яиц отделяем желтки от белков. К белкам добавляем щепотку соли. И взбиваем на низкой скорости миксера до пышной пены. К белкам добавляем половину порции сахара. Остальную половину оставляем для желтков. Сахар вводим порциями. Белки уже готовы. Остальную порцию сахара добавляем к желткам. И желтки взбиваем до бела. Желтки побелели и увеличились в объёме. К хорошо взбитым желткам добавляем половину взбитых белков. На низкой скорости миксера аккуратно перемешиваем. Взбитые желтки и белки хорошо смешались. Миксер нам больше не нужен. В муку добавляем чайную ложку разрыхлителя и ванилин. Хорошо перемешиваем. Я муку заранее просеяла 2 раза. А в третий раз буду просеивать непосредственно в тесто. Это залог пышного бисквита. Муку вводим порциями. И лопаточкой аккуратно перемешиваем. Снизу вверх. Тесто должно быть гладкое и однородное. Без комочков. Вводим остальную порцию муки. Опять аккуратно перемешиваем. Получилась вот такая гладкая, однородная масса. Эту массу добавляем к остальным белкам. И аккуратно перемешиваем, пока белки полностью не разойдутся. У меня получилось вот такое гладкое, однородное и пышное тесто. Выливаем тесто в заранее подготовленную форму. Я решила бортики формы поднять с помощью пергаментной бумаги. Это на тот случай, если бисквит сильно поднимется. Аккуратно тесто выкладываем в форму. Аккуратно тесто распределяем по форме. Выпекаем бисквит в заранее разогретой духовке. Температура духовки 180 градусов. Нам понадобится приблизительно 25-30 минут. Но вы посмотрите по своей духовке. У всех духовки разные. Бисквит уже готов. Я только что достала из духовки. Готовность бисквита проверяем деревянной шпажкой. Шпажка выходит сухой. Значит, бисквит готов. Сниму бисквит на решётку и дам полностью остыть. Бисквит получился очень высоким. Бисквит очень хорошо пропёкся со всех сторон. Так бисквит оставлю на столе полностью остыть. Бисквит очень хорошо остыл. Разрезаю бисквит на три коржа. Бисквит я порезала на три ровные части. Получился очень нежный, пористый бисквит. Для сборки этого торта я буду использовать два крема. Это лимонный курт. Готовила этот крем я сама. Рецепт есть у меня на канале. Ссылку оставлю в описании под видео. И взбитые сливки. Нужно взять очень жирные сливки. 33-35% жирности. Жирные сливки взбиваем с сахарной пудрой и с ванилью до пышного состояния. Сливки должны быть очень холодные. И посуда, где мы будем взбивать, тоже должна быть очень холодной. Сюда добавляем пачку ванилина. К сливкам добавляем 2 или 3 столовые ложки сахарной пудры. Количество сахарной пудры возьмите на ваш вкус. Начинаем взбивать сливки на медленной скорости миксера. Постепенно увеличиваем скорость. Взбитые сливки готовы. Вот так они выглядят. Приступаем к сборке торта. Верхний корж бисквита у меня будет низом торта. Я бисквит пропитывать не буду, потому что коржи очень влажные и очень нежные получились. Нет необходимости. Если вы любитель влажных тортов, можете пропитать торт. Кладём на корж лимонный курт. Слой крема возьмите на ваш вкус. Кладём второй корж. И опять кладём слой крема. Кладём последний корж. Торт затянем взбитыми сливками. Я сверху торта сделала ободок из тёртого шоколада. Бока торта обсыплю кокосовой стружкой. Сверху торт украшаем сердечком из желе, которое я приготовила заранее. Они вот так выглядят. Вот такой торт у нас получился. Поставим торт в холодильник на 3-4 часа на пропитку. Торт пропитался. Порежу и покажу, как он смотрится на разрезе. Вот так торт смотрится внутри. Я попробовала торт. Мне очень понравился. Бисквит получился очень нежным и пористым. Лимонный крем отлично подходит к этому торту. Торт очень вкусный. Достаточно большой. Его хватит на компанию из 8 человек. Торт лёгкий и в меру сладкий. С небольшой приятной кислинкой от лимонного крема. Попробуйте приготовить этот торт по моему рецепту. Уверена, что он вам очень понравится. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Всех поздравляю с наступающим 14 февраля. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok